год подходит концу и в 2020 году на канале произойдут глобальные изменения но перед этим хочу вам напомнить что 10 января выходит закрытый курс по привлечению клиентов на создание сайтов там осталось пять мест так что если хотите записаться то свяжитесь со мной все ссылки есть в описании и так почему же я все-таки решил пойти на все эти изменения все очень просто я создавал этот канал два года назад в то время я работал разработчиком сайтов и ко мне очень часто обращались люди в основном после просмотра моей рекламы в поисковиках но также приходили из различных бирж фриланса в то время мой ценник на создание сайтов не опускался ниже 20 тысяч рублей так как я создавал сайты на таких языках как пич пи пайтон с помощью таких технологий как джанга а также использовал еще языки html css и немного джаваскрипта я не создавал сайты на готовых движках описал их с чистого листа но потом я заметил что основная часть примерно 80 процентов всех тех кто обращались с просьбой создать сайт не готовы платить суммы больше 5000 рублей не потому что им жалко денег на создание онлайн платформы а потому что их у них просто не было и вот после очень долгих раздумий я решил создать этот канал именно для того чтобы научить зрителей создавать сайты самостоятельно без программирования ведь изучить программирование это довольно таки серьезный и сложный шаг и это явно неправильный путь по которому стоит идти для того чтобы создать сайт для себя или для своего бизнеса если речь идет об освоении профессии то определенно стоит изучать программирование но если речь идет о создании сайтов для себя то изучение программирования это не тот путь по которому стоит идти даже если это простое в программирование которое в широком айти сообществе зачастую вовсе не считается программированием и вот после долгих размышлений я пришел к решению открыть обучающий канал, создать сайт. Вторым вопросом был, какой технологии я буду обучать зрителей для быстрого и безболезненного создания сайтов. Ответ был однозначен, это WordPress, так как это единственный движок, на котором можно бесплатно и без знаний языков программирования и верстки создать сайт, который будет удовлетворять более 80% потребностей, которые стоят перед современным рынком интернета. Итак, я открыл свой канал и запустил программу обучения именно для тех людей, которые хотели самостоятельно, дешево или вообще бесплатно создать сайт для себя. Но примерно спустя год я с удивлением обнаружил для себя, что большинство зрителей на моем канале изучают создание сайта не для того, чтобы создать его лично для себя или под свой бизнес, а проходя мои обучающие программы, зрители стали разработчиками сайтов и теперь создают их на заказ. То есть получается я создавал канал для людей, которые хотят просто создать сайт для себя, а в итоге с приятным удивлением спустя год обнаружил, что на канале подавляющая часть учеников стала профессиональными разработчиками сайтов и в результате я немного изменил вектор контента клиентов, стал больше рассказывать и освещать те вопросы, которые интересны именно разработчикам сайтов. Плюс я записал полноценную программу WordPress Revolution, где я светил весь свой опыт по разработке сайтов на WordPress. После этого вышла обучающая программа WordPress Transformation, где я рассказал, как можно редактировать дизайны сайта на таких технологиях, как HTML и CSS под желание заказчика. Кроме того, ученики, окончившие обучающую программу WordPress Transformation, смогли не только редактировать шаблоны WordPress, но и вполне начать верстать статичные сайты на заказ. Но этот год стал для меня также переломным. Примерно полтора года назад я упёрся в потолок, в который упираются все разработчики сайтов рано или поздно. По итогам пятилетнего опыта в разработке сайтов я понял, что разработка сайтов как профессия, как ремесло мне перестала быть интересной. Она перестала меня зажигать. Я перестал просыпаться с утра с диким желанием создавать сайты или писать код под них. Но это с одной стороны. С другой стороны, я видел сотни людей, которые ежедневно обращали за помощью для того, чтобы я научил их создавать сайты. Так вот, с одной стороны, мне больше не хотелось создавать сайты, но с другой, мне по-прежнему нравилось обучать зрителей новым навыкам по созданию сайтов. Я решил для себя год назад больше не разрабатывать сайты, а сосредоточиться на обучении своих зрителей и иногда помогать подписчикам разрабатывать сайты. Но вопрос, куда идти дальше, не оставлял меня в покое. У меня было несколько вариантов. Создание мобильных приложений, создание игр, создание игр под мобильные устройства и создание программ под систему Windows. Взвесив имеющийся навык в разработке сайтов, а также поняв то, чем я действительно хочу заниматься, а также оценив востребованность на рынке, я решил стать разработчиком мобильных приложений, а именно Android-разработчиком. Начав обучаться, я понял несколько вещей. Во-первых, по сравнению с обучением разработки сайтов, обучиться на Android-разработчика это в два, а то и в три раза сложнее. Во-вторых, я понял, что не стоит обучаться на курсах, так как там ничему не научат. Об этом я расскажу в новогоднем подкасте. А также я понял, что современных материалов очень мало, а те, что есть, они все на английском языке, да и то для того, чтобы найти правильное работающее решение, нужно разобрать несколько неработающих решений и слепить одно свое работающее решение. Или, если хотите, можете называть это единственное решение единственно работающим модулем программы. Кроме того, я понял, что сфера Android-разработки это самая динамичная область, так как никакая другая область в сфере IT не меняется и не развивается так стремительно, как Android-разработка. Да, за этот год я прошел много препятствий от старта до скорого релиза своего очень сложного мобильного приложения. Кстати, если хотите, чтобы я показал вам некоторые фрагменты этого приложения, то пишите в комментариях, и я на неделе сделаю такое видео. Я понял, что совершал много ошибок при обучении Android-разработки, и то, что можно было прийти к сегодняшнему результату гораздо проще, но с другой стороны, меня эти трудности невероятно прокачали. Но за этими трудностями стоит полное осмысление того, что сфера Android-разработки невероятно интересная, прибыльная, самодостаточная и позволяющая себя невероятно реализовать. А именно создавать свои собственные программы, то есть приложения, которые с одной стороны могут улучшить или упростить, или как-то сделать ярче жизнь других людей, а с другой стороны сделать вас знаменитым и позволить обеспечить вам достойный доход или вовсе сделать невероятно богатым. Суммы заработанных средств могут исчисляться от трех нулей и доходить до сумм шестью или семью нулями в разных валютах, но для освоения этой технологии вам придется приложить немало усилий, но оно того определенно стоит. И вот по итогам года, в течение которого я окунулся в мобильную разработку, я ощутил то самое чувство, когда именно разработка мобильных приложений меня заряжает, я каждое утро проснувшись думаю, как я реализую тот или иной замысел, и самое главное, я засыпаюсь в мысли, что я сделаю завтра для того, чтобы реализовать свою новую идею. По факту ежедневная работа мобильного разработчика это ежедневное преодоление очередной преграды, в результате вас можно будет сравнить с таким искателем сокровищ, ведь вы именно тот счастливчик, который найдет свой золотой город в итоге. И вот по итогам года я понял, что хочу посвятить себя именно разработке мобильных приложений, а не разработке сайтов. Но с другой стороны я понял, что не хочу бросать тех, кто пришел на мой канал за помощью в создании сайтов, и несмотря на мой весь угасший интерес к разработке сайтов, я продолжу обучать созданию сайтов. Кроме того, я пришел к тому, что стал настоящим разработчиком андроид приложений, и мне стала больше интересна тематика программирования, а также сфера неразрывно связанная с разработкой мобильных приложений, это тематика построения UX и UI дизайна. Также любой самостоятельный и независимый разработчик, пытающийся изменить этот мир к лучшему, никак не может обойтись без освоения навыков маркетинга, который не только поможет ему в продвижении своих продуктов, но и также призван максимально продуктивно презентовать себя в качестве вольного IT художника. И также тематика современного маркетинга мне тоже интересна. И вот спустя почти два года после того, как я создал канал, я пришел к выбору, что же мне делать дальше, куда идти, чему посвятить себя, как дальше строить контент на своем канале, и я решил закрыть канал, создать сайт, так как эта тематика меня больше не заряжает. Но даже после самого тревожного грустного заката наступает яркий рассвет, и закончив одно дело или какой-то проект, на смену к нему обязательно должен прийти другой проект. И тут я решил после того, как закрою проект, создать сайт, на его вместе взрастить свой новый масштабный проект, который вряд ли кто делал до меня, и даже если кто-то делал, то я определенно сделаю это лучше, так как с одной стороны, обладаю нужными техническими знаниями и опытом, а с другой стороны, люблю и умею обучать. Кроме того, я понял, что обладаю самыми важными навыками программиста. Программировать и обучать этому просто, потому что я хочу это делать и продолжу свой путь, даже если не буду за это получать ни цента. С 1 января я начинаю новый проект на этой площадке, он будет называться IT-District. В IT-District я продолжу обучать созданию сайтов на WordPress. Обучение будет строиться в нескольких направлениях. Это будут обучающие программы, топ-подборки тем, оформление сайтов на WordPress и подкасты с ответами на часто встречающиеся вопросы, которые вы задаете мне в комментариях или в личных сообщениях. Но теперь тематика создания сайтов не будет единственной и основной. Я начинаю свое новое направление обучения на платформе IT-District. Это обучение Android-разработки. Оценив все свои ошибки при изучении Android, я начну обучать разработке мобильных приложений особенным методом, так как еще никто этого не делал. Я не буду, как многие, отправлять вас сначала изучать основы программирования, затем синтаксис языка Java, а затем, как это делают 95% создателей различных курсов, я не буду рассказывать вам об устаревших технологиях и типичном синтаксисе языка, то есть пересказывая различные справочники. Нет, будет только практика. Вместо всего этого я буду обучать самым последним инструментом разработки Android-приложений и построю обучение таким образом, чтобы вы в процессе изучения параллельно с Android-разработкой изучали язык программирования Java и основы программирования. Мы будем все это делать в комплексе, в результате чего вы, скорее всего, спустя год сможете написать сложное мобильное приложение или через несколько месяцев простое. Сможете нормально зарабатывать на этом, или вовсе полюбить эту сторону разработки всей душой. Все обучение будет происходить по уникальной методике в игровой форме в проектах, основанных на всеми любимых фильмах, играх и персонажей из них. Кроме того, я параллельно буду вести блок, в котором можно будет читать весь материал в текстовой интерпретации. Также я буду рассказывать вам об основах проектирования и дизайна мобильных приложений. Кроме того, мы погрузимся в IT-маркетинг. В общем, вы откройте для себя новую вселенную. Я вам покажу другую сторону IT-рынка, где вы можете не зависеть ни от злобного работодателя или ни совсем уравновешенного клиента, которые пытаются заставить вас впахивать за копейки. Я покажу вам ту сторону IT-рынка, где вы станете самостоятельным разработчиком и посвятите свою жизнь тому ремеслу, которым действительно хотите заниматься. Не из-за денег, так как благодаря профессии мобильного разработчика у вас их будет предостаточно, а потому что вы просто сами этого хотите. Я вам покажу ту часть настоящей IT-отрасли, которая будет заряжать вас с такой энергией, что вы будете хотеть заниматься этим круглосуточно и иногда даже придется останавливать себя. Я вам покажу, что такое быть настоящим разработчиком и свободным IT-художником. Если вы также, как и я, раньше искали что-то подобное, то подписывайтесь на канал и оставайтесь на нем. Если вас интересует тематика создания сайтов, то также добро пожаловать в нашу семью. В новом году наш шаттл наберет новую высоту и полетит далеко к звездам, где вам откроется нечто то, чего вы еще не осознавали.